У меня образ будущего, он начинается прямо сегодня и продолжается под общей зонтичной такой вот образом, образом лидера. Россия это некий данком, который держит в руках горящее сердце и ведет за собой всех. Этот образ лидера раскрывается у меня в пяти, если так можно выразиться, номинации. Сначала, в первую очередь, это воин, во-вторых, исследователь России, в-третьих, конструктор, в-четвертых, организатор и учитель. Понятно, все эти качества России, учитывая, что это не просто один человек, а это огромный, даже у нас в России больше ста национальностей, которые живут все вместе. Эти образы, естественно, все эти качества будут раскрываться вместе. Но все-таки, в ближайшие 10 лет Россия это воин. И образ этого воина России Илья Муромца. То есть мы всегда не начинали войны, а войны заканчивали. И сейчас та война, которая происходит на Украине, это война между, реально серьезная война между двумя мировоззрениями. И Россия, именно образ воина, именно образ Илья Муромца передо мной, стоит задача именно победить в этой войне. Но не только победить в войне, но и победить саму войну. Потому что война уже не может больше продолжаться. На земле это само разрушение. И вот этот Илья Муромец, это мудрый Илья Муромец должен сделать это не просто разбить на поле боя, но и суметь таким образом, чтобы война прекратилась на всей земле. Это вот эти ближайшие 10 лет за такой образ у меня России. Дальше в образе России в первую очередь встанет вопрос исследователя. Больше внимания этому исследовать пространство, исследователь пространства самой планеты, ближлежащего космоса, дальнего космоса. И, конечно, что мне очень близко, исследователь виртуального космоса. И здесь образ у меня России, именно Россия это такой всемирный Циолковский, который в себя как лидер объединяет. Сначала воин, теперь роль его сменилась, стал исследователь, Россия исследователь. Именно эта грань России раскрывается. Следующая грань России, как мне видится, это конструктор. Конструктор космоносферных пространств, конструктор виртуальных пространств. И здесь в первую очередь образ Королева перед глазами стоит. С.П. Королев. Россия это такой Королев, который ведет за собой именно в космос ближний, дальний, к его границам. И на Земле, на Земле виртуальный космос это в первую очередь решает вот эту проблему цифровых динозавров, которые сейчас захватили виртуальный мир. Россия строит децентрализованную, территориально распределенную экосистему, которая позволяет каждому человеку остаться в этом безумном, таргетированном цифровом мире, который сегодня рвется на части двумя метавселенной и G5-чатом. Здесь мы создали, каждому человеку появляется возможность стать не просто объектом и пользователем виртуальной вселенной, которая принадлежит конкретной корпорации, а быть субъектом и созидателем в мире, которые Россия как Королев ведет за собой, каждый на своем месте, используя свой инновационный потенциал, то что мы представляем у нас самый больший процент пассионариев и пассионариям дать возможность высказаться, решить, а также решить извечную проблему философскую. Когда сначала идет пассионарий, ему служит эго, а потом эго начинает, собственно говоря, мешать процессам. И вот эта проблема конструирования, и в первую очередь здесь получается конструирование не каких-то железок, а конструирование человека, то есть конструирование именно в таком смысле. Следующая фаза, следующие 10 лет, это Россия организатор. Все, что мы победили, победили войну в первую очередь, саму войну победили, смогли исследовать, представить миру новые исследования, смогли сконструировать это, теперь надо организовать. И здесь опыт России, безусловно, мы раньше всех смогли попробовать и феодальный, капиталистический, и коммунистический строй. И сейчас перед нами стоит задача, каким образом это распространить на весь мир, организовать. Организовать вот это единство на его образе, начиная от Африки, как взаимодействовать с Западом, как взаимодействовать с Востоком. И здесь образ у меня в первую очередь Ленина. То есть Россия это такой Ленин, который самый крутой блогер был, остался в этом мире, и самый известный человек. И вот мы весь сможем во всем мире организовать так, как должно быть. И когда более или менее эта ситуация утрясется, следующий мы сделаем шаг, шаг учителя. Чтобы удержать вот эту всю ситуацию, необходимо рождать новое поколение, которое будет уже сегодня говорить о том, что вот этот человек, он в большей степени будет воспитываться не только людьми, но и искусством интеллекта. И мы как опытный, мудрый учитель, который прошел путь воина-исследователя, конструктора и организатора, сможем донести те знания, которые у нас есть. Организована такая всемирная, беспрерывная школа, которая позволит человечеству сохранить свое устойчивое состояние, устойчивое равновесие в тех формах, которые трудно сейчас себе даже представить. Но именно ключевые вещи. Таким образом, резюмирую. Россия лидер сегодня, завтра и послезавтра. И очередь будет проявлять свои качества воина, исследователя, конструктора, организатора, учителя. И вести за собой нашу планету, строить сноосферы и на Земле, и за ее пределами. Продолжение следует...